Сегодня много говорят о дружбе России с Южной Африкой. Вы удивитесь, но одним из первых россиян, посетивших эти края, стал доктор Айболит. Вы спросите, когда? Из стихов следует, что Айболит лечил зайчика, которому трамвай переехал ножки. Трамваи появились в России в 1896 году, а сама книга была написана Чуковским в 1929. Выходит, Айболит совершил свое путешествие, ну, где-то в начале 20 века. Он, получая телеграмму от Гиппопотама и сразу решает ехать в Африку спасать малышей. Самая южная точка на маршруте доктора – это широкая черная река Лимпупо. Она берет свое начало на севере с современной ЮАР и течет по провинции с таким же названием – Лимпупо. Именно так правильно. Если честно, Лимпупо не такая уж и широкая, а воду ее совсем не черная, а больше мутно-желтая. Но Чуковский нисколечко не ошибся насчет того, что Лимпупо пользуется популярностью у крокодилов, бегемотиков с больными животиками и еще у многих. Именно поэтому в среднем течении реки был создан знаменитый заповедник Крюгер-парк. А жить доктору на берегах Лимпупо должно было быть комфортно, ведь в зимние месяцы ночные температуры опускаются здесь до 5 градусов, что напоминало Айболиту о далеком родном доме.